Rainbow English учебник пятый класс, юнит третий, степ второй, упражнение номер два. Читаем, переводим новые слова и выражения. Face – лицо, или же, если речь о часах, то циферблат. Half – половина. Hand – кисть руки, или же, если речь о часах, то стрелка на часах. Hour – час. Minute – минута. Past – после. Quarter – четверть. Second – секунда. Watch – часы. Имеется в виду именно наручные, потому что те, которые на стене, например, думаю, помните, что это clock. Далее идут выражения. Face – зависит от перевода. Сначала про лицо. The girl's face – лицо девочки. The children's face is – лица детей. I'm happy to see Wendy's face again. Я рад видеть лицо Wendy снова. Второй – это перевод как циферблат. The face of a clock. Циферблат часов. A clock has a face. Часы имеют циферблат. Half – половина, halves – половины. По правилу, надеюсь, помните, если существительное заканчивается на f, при добавлении s у нас вот это все происходит. То есть f меняется на we и добавляем и s. The first half of the text – первая половина текста. The second half of the poem – вторая половина стихотворения. Half an apple – пол яблока. Half a day – полдня. The first half of the fable was not interesting. Первая половина басни не была интересной. Put the two halves together. Ну, дословно put – это как положи или прикрепи две половинки вместе. Ну, то есть соедини две половинки. Hand в первом значении – это кисть руки. Ну, или просто, в принципе, часто просто рукой называют. My right hand – моя правая рука. My left hand – моя левая рука. The boy's hands were not clean. His hands were dirty. Руки мальчика не были чистыми. Его руки были грязными. Второе значение – это как стрелки часов. The hands of a clock. Ну, так и переводится. То есть стрелки часов. A clock has two or three hands. У часов есть две или три стрелки. Hour – час. An hour – час. Two hours – два часа. Three hours – три часа. Half an hour – полчаса. We stayed at the hotel for about an hour. Мы stay – это как пребывали или жили. Ну, тут, наверное, пребывание все-таки. Или были вообще, находились в гостинице. Примерно час. You can play football for about two hours, not more. Ты можешь поиграть в футбол примерно два часа, не более. Minute – минута. A minute – минута. Sixty minutes – 60 минут. There are sixty minutes in an hour. В часе – 60 минут. How many minutes are there in two hours? Сколько минут в двух часах? Past. После. Ну, в данном значении как после. Past four – после четырех. Past seven – после семи. Past eight – после восьми. It's twenty past four. Но сейчас, ну, вот это it's означает, когда спрашивают, который сейчас час, то вот так отвечают. То есть по-русски переводим сейчас двадцать. Слово минута здесь пропущено, но это вам дальше, надеюсь, там правило будет объяснять. То есть по-русски можно переводить как минута. Минута. То есть сейчас двадцать минут после четырех. Ну, или по-другому 4.20. То есть пока что мы переводим дословно, но потом научитесь уже говорить так и по-русски. То есть более красиво, конечно, сказать четыре двадцать. It's ten past eight. То есть дословно. Сейчас десять после восьми, но мы говорим сейчас восемь десять. It's half past eight. То есть половина после восьми или же восемь тридцать. Quarter – четверть. Четверть, напомню, мы берем от шестидесяти минут, поэтому это пятнадцать минут. Равняется нашим пятнадцатим минутам. A quarter of an hour – четверть часа. Ну, то есть пятнадцать минут. Two quarters of an hour – две четверти часа. Ну, по-другому это просто полчаса, да, тридцать минут. Three quarters of an hour – три четверти часа, то есть сорок пять минут. It's a quarter past five. Сейчас четверть после пяти. По-другому. Сейчас пять пятнадцать. Second – секунда. A second – секунда. A hundred seconds – сто секунд. There are sixty seconds in a minute. В минуте шестьдесят секунд. Watch – часы, которые наручные. Обратите внимание, по-русски часы всегда множественного числа. По-английски они являются существительным единственного числа, то есть из них можно получить множественно, добавив и s. Поэтому, если вы вдруг захотите заменить слово watch местоимением, потому что бывает иногда там по грамматике требуется, то это не they, не они. Ни в коем случае не сравнивайте с русским вариантом перевода. Watch – это it. То есть он, оно, она. Ну, в общем, тут в данном случае не знаю, как оно может быть. То есть как неодушевленный предмет it. Единственного числа. A good watch – хорошие часы. То есть, видите, даже мы переводим множественным числом на русский, но в английском артикль a стоит, потому что у них это единственное число. A beautiful watch – красивые часы. Two watches – два. Ну, вот как раз тот вариант. То есть у нас часы и так множественного, а у них вот сейчас только они множественные, там, где добавляется и s. И переводить мы не можем уже сказать, да, два часы. Две пары часов. Ну, по-русски вот так придется. My father has two watches. У моего папы есть две пары часов. Какого? Я надеюсь, что мы можем выделять.